И всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Тристан, и мы продолжаем играть в игру по названию Мафия Онлайн. И сегодня меня ребята дружно завалили просьбой поиграть за старого доброго маньяка. И мы сделаем это необычным образом, поскольку, как вы видите, у меня трое очков, три последних слова, но оно больше будет применяться к шрифу. Вот, надену, конечно же, медальку и смотрим, короче, что будет у меня здесь. В общем, моя главная задача не палиться, играть по мирной такте, впрочем, как я играл с Мафами, впрочем, как я играл и с мирной ролью, с шрифом, понятно, МСР, а вот здесь мы посмотрим, что будет. Итак, три каточки у нас будет. 5-11 игроков, вторая каточка столько с комнатой, где 12-20 игроков, и третья рандомная каточка, безусловно, две галочки. Итак, нажимаем на начать игру, надеваем отчётчики, безусловно, и ждём, когда это всё благополучно загрузится. Погнали! Игра началась, слава богу, я дождался, ребята, той самой очереди. Ждал я, конечно же, долго, две минуты. Хотя, с другой стороны, это не очень-то и долго, но для меня, как для человека, который, ну, более-менее, дай бог, играет раз в неделю в Мафи Онлайн, это достаточно долго. Итак, в общем, какая здесь мирная тактика в основном? Я буду помогать, я буду играть за МБРа, кто-то будет говорить, что кто-то маньяк, но буду при этом помогать мирным жителям искать мафов. Все ребята просили, безусловно. Я стараюсь не палиться, я буду сейчас помечать всех жёлтыми. Вот за маньяка я буду всех жёлтыми помечать, чтобы максимально не палиться. Итак. И все, кстати, просили сыграть за маньяка, потому что это же мои подписчики, безусловно. И, конечно же, я не могу им, милостивым людям, отказать такой возможности. И, конечно же... Конечно же, я им дарю... Такую каточку. Ну что ж, давайте смотреть. Предлагаю победить без скрыться незачем. Непонятно, что я не сказал. Я милорд. Милорд играет только за МБР, за другие-то ещё роли. Понятно. В общем, смотрите, у нас 2 и 7 роли не сказали. Сейчас я им это напомню, чтобы сказали свою роль. Тем самым, подводя к этому, попытаемся придумать... А он доктор. Скажи-ка мне точную роль, говорите, семёрка. Он доктор. Окей. Значит, смотрите. У нас 3 мирных. Значит, у нас доктор, шериф и бес. При этом у нас должен быть ещё и вампир. Поэтому я, наверное, предлагаю сейчас убивать двойку. Потому что он свою роль не сказал. И я считаю, что это вполне незаслуженно. Он первый сразу начинает бить семёрка. Я не понимаю, зачем. Да, семёрка сразу сказал, что он доктор. Но это я считаю просто безумие. Это безумство. Поэтому я считаю, что он первый начал. И он сказал, что мирный житель сразу стреляет семёрку. Но это, конечно, уже по-любому по маске так делать. Поэтому я, конечно, уже стреляю в единичку. И, безусловно, думаю, сейчас баланс... В балансе сейчас мы их и загасим. Или нет? Или будет сейчас добиваться, ребят? Опа! Девятка у нас сохранил баланс. Это замечательно. Поэтому я думаю, что... Так, 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 так. Все оправдать нажимают, да? Окей, ладно. Я нажимаю... Жмакаю всех оправдать. Слава богу, ребят. Всех оправдали, никого не казнили. Я считаю, что... Лучше сохранить весь состав к началу... Первой ночи. Ну что, давайте думать. Я думаю, что первый... Первый... Я думаю, что первый... Погнал на семерку. А семерка сказал, что он док. И поэтому я, конечно же, поверил ему. И тем самым я считаю, что шестерка также может быть мафом. Просто потому, что он сказал, что... Или пятерка, кстати говоря. Первые семь умерли. И я, наверное, попал, ребят. Первый маф. Отлично, ребята. Слава богу. Итак, конечно, доктора жалко. Сейчас напишем шер инфу. Ну, понятное дело. Шер инфу. Дока жалко. Бедолагу. Бедолагу. Но мафа убрали. Это хорошо. Скажи ПЖ или позже, всеми любимый шер, свою проверочку. Свою проверочку. Итак. Окей, пятерку сейчас говорит у нас. Тройка. Двойка говорит, пипец. Ну, смотрите. По первым голосованиям, что с пятеркой, шестеркой, семеркой и восьмеркой говорили, что они МССРы. Явно кто-то один из них. Как говорится. Я шер 5 человек проверенный вампир. Ну, это было понятно. Поэтому красим пятерку в красный цвет. Стараюсь сейчас смировать по максимуму. Но при этом сейчас 3 мафия. Чекнул, говорит, девятка. О, ты серьезно? Неужели тройка? Девятка, зараза. Да нет, девятка зараженный. Девятка зараженный. Девятка зараженный. 8,5 мафа. Ну, ну, у вас нахрен. Или 9,3 зараженный. Да нет, мне кажется, либо 3, либо... А может быть, кстати, такой. Я голосовал в единичку. 8,5 мафы. Ну, 9 зараженный. Ну, это понятно, ребят. Сейчас пятерку, конечно же. Мочканем. Но я сейчас вынужден гаснуть тройку. Просто потому... Я сейчас должен... Я прям вынужден гасить сейчас игроков, которые... Шерчак не восьмерку. Нет, мне кажется, двойка просто молчит. Тройка говорит, что 5,8 мафы. Я не понимаю, почему с осьмеркой что не так. Но он вроде так безобидно никому ничего не делал. Так, двойка. Понятно, в четерку. Я, конечно же, вместе с ними. Я не говорю, что я маньяк. Но я сейчас постараюсь уравнять максимально все свои шансы. Восьмерка бес, я его не трогаю. Доктор сдох. Еще есть шестерка. И сейчас мне нужно максимально стараться оправдать свое звание мафиоза. Кстати, тройка говорит, что двойка норм игрок. Ну, конечно же, мы убираем пятерку. Это, конечно же, чеканный вампир. И сейчас мне самое главное бить яку. Наступает ночь. Чтобы сейчас свою очередь мочкануть. Весь город засыпает. Просыпается маньяк. Чтобы, в свою очередь, выбирает свою жертву. Ну, сейчас давайте подумаем, сейчас кого пытается убить. Да, мафия там сделал свой выстрел. И я, наверное, пожалуй, даже не знаю, кого мочить. Ладно, попробуем тогда. Та-та-та-та-та. Ладно, тройку. Окей. Маньяк засыпает. Чтобы максимально сделать. Далит жажду крови. И, конечно, я, наверное, сделал это максимально зря, потому что, наверное, кто-то стрелял. Надо было, конечно, девятку целиться. Хотя посмотрим. О, мы все дружников целились в тройку. А сейчас я пытаюсь привернуть к себе внимание. Тройка мирная, безусловно. И сейчас я думаю, что нужно действовать нагло. Потому что, значит, пишем. Шер инфу. Шесть и восемь мсеры. Два. Всю игру. А, нет. Шесть. Продождите. Шесть и восемь мсеры. Нет. Шесть и восемь мсеры. Два. Всю игру. Молчал. Видно, что Маффит. А. А. А3. Ой. А9. Благополучный. А9. Просто маня. Сейчас я попытаюсь привернуть максимально к себе внимание. И сейчас у меня на мне очки. Это замечательно. И это замечательно, поскольку я сейчас восемь проверенный Мафф, девять МБР, либо заражен. Два без, четыре маном остается. Нет, сейчас шестерка. Я МБР. Шесть. Я МБР. А. Шесть. Я МБР. Ты что? Я же вам помогал всю игру. Я же вам загасил единичку. Вы что? Вы что? Козел вам заразил. А восемь поддакивал ему. Ммм, да. Двойка. Ну, слушайте. Мне кажется, что либо двойка, а сейчас восьмерку, потом четверку. Нет. Нет. Я МБР. Я могу цвет назвать. Я МБР. Я могу... Я... Я в очках. Я в очках. Я могу... Блин. Я в очоках. Я в очоках каких-то в очках. Могу назвать цвет. Сейчас устроим трагедию. Просто бреф-бреф-бреф. Я бы на твоем месте гроханул четыре. Но нет. Нельзя. Нельзя. Вы меня спалили. Говорит. Два. Ты ж бес. Говорит. Двойка. И сейчас я попытаюсь... Ну да. Двойка бес. Ну ладно. Ну я сейчас попытаюсь... Я единственный мап. Говорит восьмерка. Ну все. Он сдал меня. Сдал скотина. Сдал скотина. Ну ладно. Вы бейте. Бейте, конечно. Меня бейте. Но я попытаюсь сейчас возвратить свое преимущество. Сейчас я попытаюсь сделать баланс по максимуму. И сейчас, наверное, я сделаю максимальный выстрел. Сейчас двойка, наверное, либо в меня. Нет, он сейчас думает, наверное, либо меня убить, либо как. Наверное, уже все роли впалили, но я считаю, что мне нужно выиграть двойку беса, а шестерка шериф. Шестерку нужно оставить обязательно, лечащих ролей нет. А двойка бес. И я, конечно же, сейчас сделаю выстрел не в пользу восьмерки, а в пользу девятки. И сейчас я думаю... Да я не знаю, как его косить, ребята. Слушайте, давайте попробуем двойку за него голосовать. Да будет это замечательно. Давайте попробуем двойку, ребят. Я думаю, что это будет максимально замечательно, но если сейчас окажется, что меня сейчас заголосуют с кем-то, то это будет полный провал. А восьмерку сейчас убирают и... Опа, 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 опа. И похоже, что сейчас будет массовый килл между мафией и маньяком. И это мы, конечно, зря сделали. Надо было, конечно, убирать мафиоза, но это было сделано зря. С другой стороны, я считаю, что если бы мы сейчас спорили, кто маня, кто... Надо было бы, конечно, выстреливать. Ну всё, ребят. Просыпается маньяк. Это проигрыш. Маньяк. Конечно, я немножечко неправильно сделал свои ходы. Удалим жажду крови. Да, ребят, я немножко неправильно сделал свой ход. Потому что нужно было первоначально гасить сейчас мафию. Потом надо было погасить шестёрку. Да, ребят. Здесь был, конечно, неправильный мой ход. И, собственно, я проиграл. Но с другой стороны, я считаю, что эта каточка просто отличная. Ну что ж, отличная игра. Отличная игра. Не удалось меня, конечно, обмануть. Мир с победой, Лёс. Мне, конечно, не удалось обмануть и с блефом выиграть игру. Чуть не заруинил двойку, да. Вот, значит, вы в видосике. Я, конечно же, рад каждому победителю. Особенно мирный город. Не поддался, конечно же, искушению со стороны мафии, со стороны маньяка. А4 в 4 меня говорит. Окей, хорошо. ТВТТТТ. Понятно. Ну что ж, ребят. Вот такая вот у нас игра. И у нас бессмертный Рад, конечно же. Он говорит, что он, безусловно, рад. И, конечно же, мы можем поделиться вместе с ним радостью. Ну что же, он рад. И посмотрит, конечно же, видосик. Ой-ёу. Это не есть хорошо. Ну что ж, ребята. Сейчас времени на часах 14.16. Сейчас вторая часть будет состоять из каточки с игроками 12-20. Я сейчас постараюсь максимально быть беспалевным. Но как это получится, вы сейчас, наверное, это увидите. Итак, вторая каточка. Конечно же, надеваю отчётчики. Вы можете выдать три жалобы в день. Безусловно. Итак, я думаю, что ждать скучно и долго не придётся. Поэтому, для того, чтобы вы не томились и не смотрели тупо на секундомер ожидания данной игры. И я лучше поставлю видео на паузу. И мы подождём, когда это всё загрузится благополучно. Ждёмс. Ох, ребята, я чуть не заснул, пока ждал эту игру. Определил меня. Шир, это правая рука. Верь мне, или человек не просто говорит первый. Широман. Окей, двойку поставлю в фиолетовый. Широман, это... Я, кстати, буду акцентировать внимание, что он, конечно же, безусловно... Сраный гугл... Не даёт мне ничего сказать. Да, ребят, вы уж извините, что планшет меня так вот автоматически сказал это всё. И чекнул. Окей, значит, у нас кто-то... О-о-о-о-о, всё ясно, ребят. То есть у нас... Я дам вам две проверки, если у тебя есть аккаунт... О-о-о-о-о... О, ребята, похоже, что тройка явно мафиозит, но я попробую сейчас поставить... Нет, первому я как-то больше верю, что он Шер, либо это все-таки заданка МБРа, поэтому я думаю, что первый это явный мир. Насчет второго я явно не могу сказать, потому что видно в нем... Так, мир, не будет ничего пока посвящать. Шераман это больше, знаете, нечто между Шером и Маном. Я думаю, что он, конечно же, это сказал с безусловной долей. Чтобы повыбинриться, конечно же, без ролика девятка, окей. Я, конечно же, говорю, что я МБР, естественно, 11-й ничего не говорит, и мы, конечно, думаю, над этим будем отыгрываться. Значит, насчет двойки Шероман, хм, 2, 2 и 3. Не очень верю, что вы шерифы, так как 2 Шероман, а 3 просто рекламу кидает. Ну, это, знаешь, это как-то... Сейчас 11-й, говорят, 12. 1-й, ты переодевался иногда. Ну, слушайте, ну а чё? Отлично, нормальный игрок. Мне кажется, что насчет двойки, тройки, ну, не очень мне верят, что они адекватные роли, в смысле того, что... Йоу, и ты сразу говоришь, что ты даунищая. Но я сейчас на этом буду... Я сейчас буду зулой, ребята. Я чекаю ряженых, говорит тройка. Да по что ты жопу чекаешь ряженых? Ты продаешь аккаунт, и это явный признак того, что ты... Ооо, лекай меня, док. Наверное, тройка либо путка, хотя путки у нас толком-то и нет. И сейчас главное не гасить мирные роли, потому что для меня это очень важно. Двойка против четвёрки, один против четвёрки, два против... Два и три против шестёрки. Не понимаю, почему шестёрка этого плохого-плохого сделал. Я думаю, что шестёрка здесь единственный адекватный игрок. Похоже, что это явный НБР, но... Я думаю, что двойка и тройка не просто так, конечно же... Не просто так гонят на игр... Просто так пишут, что они шеры. Но первый мне как-то больше подходит, что это шер. Но я думаю, что всё-таки... Мне кажется, всё-таки не нужно. Но посмотрим ситуации. Так, сейчас шестёрку голосую. Давайте попробуем, наверное, тоже пойти на поводу у всех. Я постараюсь быть максимально... Мирным стороны, своей стороны. А 12-11 голосует против друг друга. Ну что ж, уходит шестёрка. И от НБР. Это неудивительно, поскольку он, конечно же, афакнулся, либо свою роль благополучно не сказал. Сейчас моя главная задача попытаться... Весь город засыпает. ...подумать. Просыпается. Анализировать максимальную ситуацию. Маньяк выбирает свою жертву. Давайте подумаем. Двойка, тройка и одиннадцатый. Главное у нас подозреваемое. Поскольку одиннадцатый роль сегодня сказал. Но это, скорее всего, НБР. А насчёт двойки и тройки я сомневаюсь. Но пусть будет моя оценка, что тройка это маф. Поэтому я, конечно, тройка. Город засыпает, удалив жажду крови. Док ты... Ну блин, это... Такой призыв, знаете, до ключи, до ключи. Причём он почти с точкой пишет. Ну, явно не мафский знак. Я поражаюсь иногда такой. Город просыпается. И умирает двойки. Опа! А тройка-то наш шерипом был. Ёлки-палки. Нас убивают, значит. Я мочканул тройку и... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну что ж, Шеренфу. Мне не удалось, кстати, достануть тройку. И, скорее всего, тройка лечащая роль, либо док. Тупое реле стадо. Да, я согласен абсолютно с вами. То, что реально стадо. Я думаю, что тройка всё-таки нормальная роль. И поэтому доктор не зря лечил, захилял тройку. Поэтому тройке мы, конечно же, верим. Поэтому мы его окрашиваем в жёлтый цвет. Далее смотрим. Насколько я помню, далее шли и говорили, что они МВР. Сейчас один сливаем в унитаз, как... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Тройка, да. По тройку прям реально несёт. На одиннадцатый я, да, голосовал против двенадцать. Ну, это было понятно, потому что он же не сказал свою роль. Но, в свою очередь, двойка-тройка, ещё двойка Шероман, Мирный. Мне кажется, что один и три МССР, Шер Инфу. Да. Ситуация реально критическая. Ну, не то, что она критическая, но я думаю, что... Нет, давайте без мда. Напишем, что одиннадцать и двенадцать проголосовали против друг друга. Друг друга. И одиннадцатый не сказал свою роль. Что означает... Что означает... Он подозрительный. Гасим одиннадцать тогда. Гасим одиннадцать. Всё. Семёрка, восьмёрка, девятка, понятное дело, а не Миры. Двенадцать чек, маф. Теперь всё ясно. Думали, что я ман по процам, а я шер. Шер, надеюсь, ПС. Чек не четыре. Пять. Ой, только не надо вот этого. Ну, смотрите. Так, три. Ты какой ты? Ещё один сливаем. А, тройка у нас шериф. Ты смотри. То есть, док всё-таки тройку-то лечил. Угу. Ну да, тройка шериф. Окей, всё. Верим тройке. Одиннадцатый явно Маффет. Маффет. Мы, конечно же, его... Какой-то нахер ман, говорит, двенадцать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Три. А ты случайно не маф, говорит? О-о-о-о. Ман донатный и без бинтов, говорит? Четыре. Пошёл в жопу. Ой-ой-ой. Да вы ладно, серьёзно, что ли? Ё-о-о-о. Да вы ладно, вы серьёзно. Тройка тоже гасит. Давайте, ну-ка. Я что-то думал. Да, три сейчас дурачела, конечно. Заметьте, как четвёрка с одиннадцатой играю. Двенадцатый. Сейчас с сев-одиннадцатой, шериф скрывался, как одиннадцатый мат. Ё-моё. Ой. Да-да-да-да-да. А вот этот сейчас мне на руку, на самом деле. То есть, нужно глав... Четвёрка второй. Сейчас мы главный уравняем, ребята. Сейчас мы главный уравняем. Сейчас, смотрите. А вот сейчас мы уравняем одиннадцатого, ребят. Вот одиннадцатый будет... А-а-а, как скотина университет добивает. Ну ладно. Я, конечно же, был за одиннадцать, потому что хотелось показать шрифт из того, что я мирный. А тройка шрифт. Это просто смешно. Тройка шрифт, серьезно, да. И, конечно же, мы, ребята, сливаем одиннадцать, безусловно. Хотя, что, конечно, стоило бы слить. И, безусловно, одиннадцатый вылетает. Всё. По шрифту. Я думаю, что двенадцатый первый норм игроки, четвёрка окей, пятёрка свою роль не сказал. И сейчас попробуем к этому придраться. Семёрка, восьмёрка, девятка сидят в уголке. А пятёрка, ой, пятёрка и хинчит, четвёрка мдааа. Ну понятно, то есть четвёрка с одиннадцати играет здорово. А сейчас давайте попробуем, посмотрим, кто как атаканёт. Посмотрим сейчас. Просыпается. Неужели-то он догадался, что я мания? Ну неужели? До встречи на брусиловском правиле, где произошла битва маньяка и мафии, где оба друг друга кольнули кинжалом и все мы померли на мосту. Кровавый мост. Битва 300 напротив тупого мафии, 2020 год, сентябрь. Ну что ж, точнее октябрь, простите. Сентябрь-то уже сгорел. И у нас сейчас на октябрь. Вот, ребят, я какой-то человек, живущий в далёком прошлом, серьёзно. Вот во мне есть какая-то странная особенность считать, что я маф... Маф... Нет, считать, что мне 19, хотя на самом деле мне 20. Я помню, когда я заполнял анкету, было понятно, что... У меня такая странная особенность была, что я действительно заполнял и писал, что мне 18, хотя мне на самом деле 19. То есть, то ли это с непривычки, то ли это действительно какая-то во мне особенность понижать свой возраст на один год. Не знаю. Но такая вот странная во мне есть фиговина. Ну что ж, давайте смотреть по ситуации. В общем, только тупой мир не может узнать, где Шер, говорит. Ага, первый ехидничает. А сколько мафий, говорит Пятёрка? А Пятёрка-то ехидничала насчёт Четвёрки. Поэтому, да, ой, ой, Восьмёрка с оскорблением пошёл. 4, 7, 5, 9. Ну, слушайте, мне кажется, что Пятёрка ясно дело маф. Четвёрка, наверное, с ним же. Потому что Четвёрка каким-то хером голосовал против тройки. Поэтому это было явно по-мафски. Надо было, конечно, гасить и причём не слабо так убирать противника. Чтобы не давать максимум шанса никому. Конечно, тяжело играть за маньяка. Но я думаю, что есть силы досмотреть игру до конца. Просто потому, что реально интересен весь исход. Да, все пишут сейчас только 4. Но, понятное дело, он голосовал с шерифа. Это было... Ай, ребята. Вот это казус, ребята. С другой стороны, я проиграл. Поэтому смысл показывать дальше игру у меня нет. Я вот не знаю. Смысл... Есть ли смысл допиливать каточку 12-20 и выбор между 15-11 и 12-20 до конца? Не знаю. Я думаю, что смысл есть. Но... Мы это сделаем чуть позднее. А пока мы прерываем все небольшую музыкальную рекламную, не знаю какую, паузу. Для того, чтобы вы успели налить себе чаёк. Сделать себе бутик. Ну или какую-нибудь печеньку взять. И насладиться антуражем и ностальгической теплотой от самой легендарной в мире игры Mafia Online. Так что, не переключаемся, дорогие друзья. Ждём. Запасаемся терпением. И ждём перезаписанную каточку 12-20 и выбора между игроками 15-11 и 12-20. Сегодня у нас будет не 3, а 4. Поэтому я вот такой вот чувак, радикальный. Это будет первая часть. Но вторая скоро вас ждёт. Через пару или через несколько часов я сниму такие данные двигатки. Запасайтесь терпением и не переключайтесь. И так, ребята, мы продолжаем наше увлекательное путешествие вместе с маньяком. Наше увлекательное. Почему путешествие? Потому что... Потому что Mafia Online это некая своеобразная машина времени. Именно поэтому мы все вместе переносимся с одной в другую комнату. И мы, конечно же, продолжаем. Надеваем очочки. И, естественно, ждём, когда это всё начнётся. В прошлый раз в первой части я говорил, что неудачно я завершил, не досмотрел до конца каточку в большой комнате 12-20. Просто потому что я нечаянно нажал на кнопку «Выйти». Но сегодня, и именно сейчас, мы дождёмся, наконец-таки, полной, полной игры вместе с маньяком в большой комнате. Ставлю видео на паузу и ждём благополучно, когда это всё установится. Ждём-с. И так, ребята. Ну что ж, наконец-таки, не будет такого происшествия, чтобы я случайно нажал кнопку. Не будет такого происшествия. И, естественно, мы ждём. И кто-то говорит, что вам МСР. Я не понимаю, что это, что это, как так. Поэтому красим в красный цвет, естественно. Но... И, конечно же, мы с вами шифруемся под МБР. Вы видите, здесь в комнате есть двулики, три мафии, маньяк. Ну, собственно, я, доктор Шериф Бессмертный и четыре мирных. Двойка у нас МСР, поэтому мы несколько раз красим в жёлтый цвет. Он сказал, что он МСР, поэтому мы, конечно же... У нас насчёт тройки вообще. Это как-то глупо вообще. В полную хрень сказал. Амонг, астоп, а ты даун. Какой-то амонг? Непонятно. Ну ладно, продолжаем. Значит, у нас... Все вы, наверное, дружно просили поиграть за маньяка. Вот я продолжаю это делать. Мир. Насчёт четвёрки и мира, ну как-то, знаете, ну очень уж сказано. Мир. Понимаете? Мир. Мирный. То есть есть МБР, есть МСР. Вот вопрос, с кем он скрывается. Вот я на это уточню ещё, поэтому я её не поставил. А тройка поставил пятёрки красный цвет. Я не понимаю, почему. Семёрка МСР. Семёрка МСР. Шестёрка ничего не сказал. Девятка Бес. Окей, мы верим ему. Без роли. Окей. Бес у нас... А, привет, Мирный. А вот здесь... Ладно, окей. Пока так оставим. Здесь вы не тупые. И здесь вот четвёрку мы обвиним в том, что он не сказал мир. Четыре. Ты МБР или МСР? Это очень важно, поскольку так скрываются мафы, ибо некоторая недосказанность может вывести всех из разновесия, и поэтому все могут свои голоса именно распылять к этому номеру. Вот. Это типа мафи, но не карти. Чё-то там непонятно. Это мафи, но с элементами аркады. Амонкас. А что это такое? Да-да-да. Это типа мафи, но не карти. Могли бы сказать. Типа стреля... А-а-а. Амонкас. Так, стоп. Чё-то очень... А-а-а. Амонкас. Да-да-да. Знаю-знаю-знаю. По игре разговариваете. Да, двенадцатый явно, конечно же. И четвёрка у нас, естественно, ничего не говорит. И если сейчас кто-то вспоминет меня, я буду очерёдно красить фиолетовый. Так, первый ботнулся. Двойка в двенадцать. Так, у нас двойка в двенадцатый, наверное, проголосовала. Твойка в двенадцатый. Первый вернулся. Животного ботница. Мне кажется, что если так делать, могут только мафи. О, у меня есть два голоса против. Интересно. О-о-о-о, да, кидает, конечно же, четвёртый. Давайте будем уравнивать шансы, ребят. То есть просто им их не снесём. Так. Три, четыре, пять, шесть. Вот так вот сейчас сделаем. Пожалуйста. Нееет. Ну ты серьёзно, что ли? Девятка. Ну, ну ты говнюк. Девятка просто говнюк. Не хотел баланса. Собственно, не поплатился. Да. Тринадцатый, конечно, вылетает. Но, мне кажется, это МБР, ребята. Да, это МБР, естественно. И... Собственно, решение по поводу... Весь город засыпает. Собственно, девятка без, как сказал он. Пятёрка, семёрка МССР. Просыпается... Маньяк. Двойка тоже вроде как МССР. Маньяк выбирает свою жертву. Первый, первый непонятно. Давайте попробуем кокнуть сейчас тройку. Или четвёрку. Нет, четвёрку мы пока оставим. А кокаем тройку. Маньяк засыпает. Утолив жажду крови. Ну, какой-то, да, ненормальный немножко. Хотя надо было гасить шестёрку. Ибо, сами понимаете, что шестёрка тоже, в свою очередь, не сказал ничего про свою роль. Да, здесь не указано ничего. Ровным счетом ничего. Хотя, на самом деле, это такта. Вот моя, собственно, такта. С другой стороны, я же маньяк. Я же против всех играю, ребята. И у меня, к сожалению, нет никаких... Лечащих... Элементов. Типа, перевязки или какой-то аптечки. То есть я погибаю моментально. О, тройка-четвёрка у нас умирают. Ну что ж, кто же у нас тройка? А, тройка-мир, да ладно. А, тройка-мир, да ладно. Ой, как неприятно вышло, ребята. Ой, как вышло неприятно. Ну что ж, ребята, осталось только маньяка. Вот сволочи. Сейчас, короче... Так, ну что, пишем share info. 6. Ничего не сказал. Ничего не сказал. Молчит. Сидит в кустах. Думаю, маф. Опа, маньяк, могу сказать, что ты не выиграешь. Уверен, двойка. Но посмотрим-посмотрим. Кто будет ещё смеяться последним. Так что, зря ты так говоришь. Окей, давайте сейчас по игре. На единичка, вроде сказал, уверен, что был, блин, что двенадцатый маф, а знаки какие-то кидал. Ну да, пятёрка. Опа, 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 опа. Пятёрка, а, нет, пятёрка нормальный игрок, окей. Так, я по поводу шестёрки списал, да. Так, ага. Ага, ага, всё. Так, сейчас мы, наверное, погнём линию против десятки. Всё-таки должен сидеть где-то маньячела, потому что, во-первых... Да, шестёрка молчит, шесть уходит. Ну, шесть всё. Мы распространяем, что шесть маф, поэтому мы его выкидываем. Девятка тоже молчит, но девятка без это, естественно. Как обычно, блин, говорит десятка. Ну, я понимаю тебя, я тебя очень сильно понимаю. Сейчас, наверное, мафы, как обычно, в полном ахе. И, наверное, сейчас будут, будут очень сильно бомбить и кидать в меня какашки. И, конечно же, стреливать, ребята. Девятка без. Значит, пять, семь, восемь под подозрением единичка. Так, значит... Два, ты следом за шестёркой. Опа! Семёрка, понятно. Десятка спалился. Девять, ты безом скрылся. Спалился. С какого? Сейчас шестёрку. Предлагаю эту четвёрку проверить. Один, пять, семь, восемь. Хрен ты там проверишь, двойка. Ты не слишком деловой. Да, действительно, девятка. Я тебя поддерживаю абсолютно. Сейчас мы всех МСРов решил вынести. Так, ну, смотрите. Девятка без. Это первое. Во-вторых, нужно сейчас найти мапов. Девятка защищает кого-то. Давайте не слишком ли деловой. Да, сейчас почитаем. Ну, конечно, вылетает у нас, безусловно, шестёрка. Потому что он явно маппет. Двойка явно выкладывается и подозрения. Но как-то это смотрится, знаете... Да, двойка тоже немножко меня раздражает. Да, безусловно. А два с какого, говорит, пятёрка? Так. Ну, ясное дело, мы шестёрку выгоняем. Так, неужели кто-то сейчас двойку будет сносить, ребят? Ну, неужели сейчас кто-то будет двойку сносить? Вы серьёзно? Мы сейчас адекватно с ним сням в шестёрку, ребят. Неужели, семёрка, ты МСР? Ты должен подтвердить своё звание МСРа. Девятка, наверное, тоже понимает. Да, конечно, ребят, но шестёрка-то явный маф. Так, четвёрка... Так, собственно, двойка тоже что-то реально на всех гонит. И здесь и защищает кого-то. Он реально подозревающий. Всё, ребят, казним, конечно, ребят. Ну, два дебила, это, конечно, полная не сила, а скорее... Диссонанс полный. Вот. И сейчас вылетают нас игроки под номерами 2 и 6. И, конечно же, им не получится перевесить голоса всех обравдать. И, конечно же, мы казним шестёрка-мафия-двойка-доктор. Ну, ребят, я, конечно, в полном шоке, откровенно. И круг у нас свидетелей сужается. Сейчас мы, конечно же, идём против всех. Девятка без, я в этом уверен. Сейчас я думаю... Так, мне, наверное, хотел убить. Так, окей. Так, десятка, мне кажется, норм игрок. Семёрка, ладно. Давай, первым шмальнём. Попробуем всё же. Что-то он, мне кажется, сказал, что он вам ПМСР и что-то прям реально. Тут их хуй не полный сказал. А, извините, что был мах, ребята, я угадал. Всё. Ну, практически все мафы убиты. Эх. Да, теперь-то и десятка, естественно, была у нас на грузии. Ээээ, мафы с победой. Конечно, обидно, что снесли. Ай. Ауэ, видосики. Посмотрите, короче, как мы... Как вы играли достаточно хорошо. Вы молодцы. Да. Все, ой, все ругаются, ребята. Все, конечно же, тян, именно, гонят на двойку. Говорят то, что, типа, говорят 8 подозрительные единичка. Ой-ой-ой. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Конечно. Ну, ладно, всё. Не будем смотреть, что там они... Между собой срутся. И это поражение. Я снова до первого рейтинга. Итак. Собственно, ставим галочку на 5 и 11. И так же самое... А я уже без очков. Ну ладно, ничего страшного, ничего страшного. Сейчас мы попробуем без очков сыграть. Хотя, может быть, с другой стороны, без очков-то и легче сыграть. Посмотрим. Ну что ж. Снова ждём. И так... Наконец-таки я дождался. И, ребята, какое-то странное вообще предчувствие. Вообще странное. Опять 12, ребят. Вот. Я не понимаю, почему. Но говорят, опять 25. У меня почему-то появилось опять 12. Ну, вообще, эмбер ставлю я, мать. Окей. Док. Да. Удевать. А. Два говорит, что он док и говорит, что его задолбали уже. Убивать. А. Удевать это убивать. Понятно. Ну, надо попонять. Немножко писать. Чё ж ты так непонятно-то пишешь? Двойка. Ух. Незнатель русского языка лишь какой. Ну что же. Давайте-ка посмотрим все. Основные ментики. Конечно же, все по традиции пишут МБР. Сим-при-ф-ф-ф-э-мб-я-мб-р. Пять МБР. Главное сейчас, жертв собственной персоной, хочу. Опа-на. Вот это, вот это, вот это. Сейчас, конечно, зря. Семерка цензура, конечно, в красный. Один-три бесполезный. Непонятно, к чему он это клонит. Но, скорее всего, он клонит к тому, что он бесполезный. Бесполезный мир. Один из трёх. А, ну да. Бесполезный в смысле МБР. Окей. Конечно, речь восьмерки. Ну, так себе можно двусмысленно понять. Насчет семерки непонятно. Вообще, ни ровным счётом ничего. Но. Всегда есть одно но. И. Давай. Главное, чтобы ты не был тупой док. Ну, сейчас я поддерживаю, конечно. Окей. Девятка пута, естественно. Вечер в хату. Нет никаких мятных мемон забирал в двенадцатый. О, ты смотри. Окей. Восьмерку, значит, обратно убираем. Одиннадцатый на СМБР. Шесть. Ты мой брат. Пять. Хэмэ. Бес, я знаю, кто ты и где. Ладно, извинюльки. Ты прав, ты ничего бы не... Это понятно. А, всё понял, кто ты. Хм. Так интересно. Двенадцатый Манзу Миров. А вот давайте к этому и дерёмся. Двенадцатый Манзу Миров. Но это обычный мир, поэтому я считаю, что... Так. Смотри. Мон и моти из клана. Я тоже знаю, где Бес. Вопрос, где Бес. Да, ребят. Так. Где Бес? Где Бес, мать твою занову. Где Бес? Так. Ну, давайте смотреть, значит. Во-первых, у нас Док точно. Шесть Шер. Восьмёрка, я думаю, бесполезный. Но мне кажется, десять вечер в хату это, скорее всего, Пута. Нет, восемь Пута. О, нет. Девять Пута. Два Док. Потом у нас Шер ещё должен быть. Да, шесть Шер и где-то должен быть Бес. Семёрка и... Восьмёрка и Десятка не сказали ровным счётам ничего такого. Разумительного. И, конечно же, в первую очередь палит Семёрку. То есть, когда принимается за самое такое... Ужасное, шесть Дон и фасадка, говорит Девятка. Хммм... Вопрос интересный. А с чего это он так решил? Я, конечно же, бью Семёрку, поскольку, ясное дело, Семёрка... Такой себе персонаж не сказал ровным счётам себе ни о чём. Он даже не сказал. Ах ты... Ах ты хам! Ах ты хам лова! Шерка в меня! Ну-ка, я сейчас красный покрашу его. Вот гадёныш, ты посмотри какой, а! Ну ты гадёныш, а! Ты посмотри! Вот он как себя ведёт. Ну уже сейчас Десятка меня забаланзит. Ну это будет вообще нехорошая игра, ребят. Это будет вообще нехорошая игра. А нет, всё, слава богу, слава богу, слава богу, не меня. Окей. Ну я сейчас Пятёрку... Пятёрке отомщу. Но Пятёрка, наверное, на самом деле, мне кажется, нормальный игрок. Он сказал, что он МБР. Хотя это Дон ужасный. Да, это Гандон-Дон, потому что он явно видел во мне соперника, типа МБР. Окей. Он сказал, что МБР. Ну сейчас я ему, конечно же, отомщу, естественно. А Семёрка кто? А, Семёрка обычный мирный. Он зацензурил и при этом... Наступает ночь. Ай-яй-яй. Да. Весь город засыпает. Ну что ж, сейчас самое главное... Маньяк. Маньяк. Убирает свою жертву. Нужно умирить, чтобы понять. Убираю Пятёрку. Он... Он в меня голосил. Идиот. Кто-то говорит, что 6-го фасадка. Но Пятёрка голосовал в меня. Это означает, что он не чист. Потому что кто-то голосует в меня, попадает под горячую руку. Я же маньяк, ребята. Ну я же маньяк. Я же режу просто. С ненавистью. Кто вернулся? Кто вернулся? Кто вернулся? И Пятёрка умирает. Ай, это вампир, ребята. Я кокнул вампир. Вы можете себе представить? Я кокнул вампира. Ну это охренительно просто. Просто охренительно. Фух. Я знал, что Пятёрка вампир. Вот он гад. Он значит меня оставил. Это идиот, а? Идиота кусок. Ну что, шер инфу. Блин. Вот вам подлюка. На меня поставил. Нет, лучше не будем вот так вот. Уж в таком тоне разговаривать. Шесть и девять. Разберитесь между собой. Ой. Так. Что, шесть инфу. Значит. Шер инфу. Насчёт. Насчёт. Шестёрки. Что он, шер? Шер. Сомневаюсь. Четвёрка молчит, понятное дело. Но пятёрка меня слить хотел. Вы это идиот. Я видел в нём. Как раз чекал два. Он был чист. Денадцать спасибо, что спас этих. Да, да. Некоторые. Я шер. Ау. Ребята, пожалейте. Меня потом пож... Путадоки. Вы что, клоуны? Да, восьмёрка согласен. Да, они кованы. А вот и тупка. Док ещё шер и есть в катке. Шесть шер и его не завалили. Чудеса. Да, девятка просто угорает. Шесть. Да, я в них уверен. Ну, теперь осталось только гнать на кого-нибудь из миров. Слушайте, я думаю, что игра идёт своим ходом, своим чередом. И постепенно, постепенно, постепенно мы приходим, конечно же, непосредственно к победе. Главное уметь проявить себя. Кстати, десятка ни о чём ровным счётом не сказал. Ну что? Думаю, что... Десять. Маф. Меня, походу, путали, док лечил, или маф, тупые оказались. Шесть. В меня пять голосил. Я знал, что он не чист. Вот так вот. Да, док, походу, шестёрку лечил. Ну, это понятное дело, потому что при первой же возможности мафия убивает шерифа. Но если шериф, конечно же, скрылся по указу Дона. Вот, короче, скрываюсь, говорит, первый я бес. Шесть, этот тупым оказался. Тебя никто не трогал. Окей. Один, шесть и девять. Всё. Я ставлю вам жёлтые ачивки. Теперь я вас абсолютно уверен. Девятка говорит, что шесть. А зачем? А зачем шестёрка-то? Он же сказал, что... Я по рофлу кричал. Да. Девять. Ты шер или шесть? Да, шестёрка, ну... Да, перв... Да, ребят. Стратька-пересрачка просто вообще гипер... Гипер-гипер-гипер. Ну, это вообще капец, ребят. Ну, пятёрку я завалил тут точно, ребят. Ну, серьёзно, шестёрку завалить? Не нахренам. Ну, это я не понимаю. Я поэтому сейчас поеду в десятку, собственно. Тоже десятка явный такой... Типа у него странный. Да, четёрка, понятное дело, под шестёрку. Но я не понимаю, зачем? Шестёрка-шешер, ребят. Если сейчас окажется, что... Шестёрка-явный шер. Шестёрка против девятки. Да, шестёрка явно бомбит. Наверное, все говорят, что шестёрка явно играть не умеет. Девятка против десятки, естественно. Восьмерка против шестёрки. Так, а вот сейчас давайте смотреть дальше. Безиночка-без, окей. Я такая нормальный игрок. Шестёрка-шер, так? Восьмёрка голоснул шестёрку. Четыре голоснул шестёрку. То есть на новый кандидат, именно на то, чтобы быть матом. Десятка тоже шестёрку. Одиннадцать против девятки. Угу. А двенадцать против кого сейчас голосуют? Ну, всё. Его голос, конечно, ничего не решает. Я думаю, что двенадцать бесполезный НБР. Да, шестёрка-шериф. Я не понимаю, зачем бы его было шмалять. Я просто этого не понимаю. А сейчас я как раз, конечно же, придираюсь к игрокам номер четыре и восемь, которые голосили в шестёрку. А вот сейчас я думаю, да? Я вот думаю, что Десятка. Да, Десятки, ну чём я абсолютно не знаю. Маньяк-шерок. Поэтому мы его, конечно же, убираем, ребята, при первой же возможности. И, скорее всего, меня кто-то шмальнёт из тупой команды игроков мапов, которые, в свою очередь, пытаются свести концы с концами и подчевать на своих лаврах. Но, конечно же, есть титрожопый маньяк, который скрывает с под МБРа. И нихера у них титрожопая. Они поняли, что я маньячела-собачела. Но кокнул Дона. Но кокнул Дона. Это уже здорово. Мне кажется, что я понял, что... Ну, кстати, я могу помочь им сейчас. Так, я могу сейчас им помочь последним словом. 4 и 8. Мафы. Голосили в 6. 12. Обычный мир. Обычный МБР. Не понимаю одно. Нахера вы... Нахера вы голосовали в 6. Шера. Ну все, ребят. Да, он... Да, 12... Да, ребят, вот... Немножечко, да, тупанутые. Тупанутые игроки. Видно, Шер тоже в свое время... В свою очередь флудит. Говорит, что девятку сейчас. А нахрена девятку? Алло, 11. Дорогой мой, проснись, малыш. Мы сейчас убираем восьмерку. Точнее, четверку. Потому что на девятку гонит. На шестерку гонит. Видно, он пытается бедить. Сейчас девятку он два дня гнал на... Одиннадцатый просто, ну смех, ну смехадрон полный. Да, восьмерка тоже угорает. Ну, это просто, я не понимаю. Ну, насколько нужно быть тупым миром, чтобы не понимать сути? Я, тот самый маньяк, которого убили, уже понял, что четыре восьмерка, ну, реально дебилы, отморозки. Которые пытаются своей наглостью привлечь аудиторию. То есть, недалекий к правительству людишек. Девятка алиби у кого? Да, если говорит восьмерка. Четверка и восьмерка, да, все, масса. Все, убиваем четверку. Да, первый ты уже понял, понятное дело. Четверка сейчас, наверное, с ними силами будет убирать девятку. Все, четверка, ну да, ребят. Ну, конечно, все. А, нет, четверка на восьмерку, так. Окей, окей. Ну, нахрена? Ну, нахрена? А, все, одиннадцатый четверку, все. Девятка, ну просто не понимай, ну как? Ну как это я не понимаю? Четверка бы... Аааа, ёперный театр. Четвертый это обычный мирный. Поступает ночь. Вопрос тогда, нахрена ли, гасилию шестерку? Вот это я не понимаю. Я этого не понимаю. Вот смотрите вот. По речи, давайте смотреть по речи. Девятка сорян, шесть сорян, ведешь себя как дон. Вы чё, блин, угарает, шесть писал, та-та-та, на одиннадцатый нормальный игрок, осень догадайся, двенадцатый восемь догадайся. Ммм, слушайтесь, у двенадцатого сюрик пропал, смотрите. Скорее всего, двенадцать это какой-нибудь бессмертный. Нет, или первый. Мои мнения, не играя за шер, не будьте конченными. Слушайте, у меня есть подозрение на то, что... А, всё, они уже выиграли, полюбас. Просыпается. И неужели, ребят, не серьёзно. Ну всё, ребят, это победа, конечно. У Мафы... Ну чё могу сказать? Мафы? Победает вас. Конечно, не удалось мне вас одолеть во второй раз, но зато... Но зато я кокнул двоих. Двоих Мафов. Отлично. Вы видосики. Ты ё-моё. Меня лишний раз Клава... Немножко поддрагивает. Да, Нину нашёл в одну ночь. Угу, да-да-да. Интересно, а есть ли... Грин? Нет, Грина, конечно же, нет. Какой-то карт у нас, ясное дело. Окей, Алик. Ну ладно, окей, всё. Ну что же. Поражение в который раз. Ну, с другой стороны, мы поиграли достойно. За маньяка играть, конечно же, очень-очень сложно, поскольку нужно уметь это делать. А Мафия, понятное дело, у нас не тупая. Она в какой-то мере пытается своей недалёкостью, может быть, в очередной раз глупостью привлечь на сторону всех людей без прав, я имею в виду мирных без роли, и людей с правами, с привилегиями, именно МСРы. То есть мирные с роли, с ролями, которые, в свою очередь, просто тупо из-за вот этой вот агрессии проигрывают. То есть, поддаваясь этой агрессии, Мафы чаще выигрывают миров, чем миры Мафов. Вот, и поэтому маньяк, конечно же, страдает, помогает, помогает, и хрен там, короче, из-под палки выходит. Но, с другой стороны, многие просили поиграть за маньяка, я вам сделал каточку. Ну что, как вам играть за маньяка? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, а даже пишите в комментариях обзор, на какие бы игры хотели бы от меня увидеть. Всем большое спасибо, будьте здоровы, будьте счастливы, не болейте, всего доброго, увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok